Я вас приветствую, уважаемые друзья! В этом году у нас получается такой довольно-таки уникальный ноябрь. Если в прошлом году в это время гремели грозы, шел град и были ливни, стоял совсем не осенняя погода, то в этом году ноябрь открыл нам, можно сказать, ворота для зимы, и она быстренько очень вскочила в нашу республику. Давайте разберемся, в чем уникальность этого начала ноября. Во-первых, то, что выпал снег, это нормально, то есть практически ежегодно в конце октября, в начале декабря выпадает первый снег. А так, если взять из истории, то первый снег выпал, например, на станции Изилища в 1973 году, в конце сентября месяца, такая же ситуация была, в 1972 только в городе Минске, то в этом году как бы уже установился довольно-таки снежный покров. И смотрите, вот первая декада ноября у нас довольно-таки аномальная по температуре, потому что средняя температура воздуха ниже на 1,4 градуса климатической нормы. Наиболее такое сильное отклонение получается у нас в северных и северо-западных регионах нашей страны. Там температура воздуха почти на 4 градуса ниже климатической нормы. Также вот в первые 9 дней наша страна подверглась, можно сказать, к испытаниям таким довольно-таки снежным. И на нашу территорию пришло целых три циклона за этот период и два довольно-таки активных атмосферных фронта. И сейчас в нашей стране установился снежный покров, и высота его сейчас составляет до 23 сантиметров по северу. В центральных регионах где-то в среднем от 1 до 15. И уже, например, Витебске побит 70-летний рекорд по высоте снежного покрова. Могу сказать точно, что это еще не конец. Также он довольно-таки аномальный, особенно как раз первая декада. Это как раз по количеству осадков. И уже на большей части территории выпало от 60 до 100 процентов от месячной нормы. Ну и в лидерах стоит у нас восток нашей страны, город Местиславль. Там выпало уже 131 процент от месячной нормы. Когда мы сейчас смотрим за окно, действительно такая довольно-таки сказочная погода и такие сказочные пейзажи, когда на елках, то есть как бы на деревьях лежит снег и довольно-таки такая сказочная волшебная погода. Могу сказать так, что вот это, кстати, вот отложение мокрого снега является одним из неблагоприятных явлений погоды. Почему? Потому что при тяжести до этого снега, потому что он мокрый, довольно-таки влажный и на ветках постоянно идет накопление, также и на проводах. Поэтому это может привести к обрыву линии электропередач и будут падать ветки. Но и также бывают такие случаи в связи с тем, что все-таки не все деревья еще как бы скинули листву и все-таки домой еще и даже зеленых листьев на деревьях много, желтых, красных и как раз вот под этой всей тяжестью. То есть снег лежит не только на ветках, но и также на листьях, могут даже падать и деревья. Поэтому будьте довольно-таки осторожны. Самый главный вопрос сейчас, наверное, для жителей нашей стороны, будет ли еще тепло. К сожалению, должен вас разочаровать, в ближайшее время никакого тепла ждать не приходится, а даже наоборот прогнозируется усиление морозов. И вот уже в ночь на пятницу у нас выписано штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности. То, что на большей части территории, на дорогах ожидается у нас гололедица, поэтому будет довольно-таки скользко. Единственный плюс из прогноза на ближайшее время, то, что таких вот сильных снегопадов, например, в пятницу, в субботу и на большей части территории воскресенья не ожидается. В отдельных районах будут так кружить такие снежинки, ветер будет довольно-таки не сильный, но будут особенно ночные и утренние часы кусаться морозы, особенно по северной половине нашей страны. И преобладающая температура воздуха в ближайшие ночи, вот в пятницу и в субботу ожидается от минус 2 до минус 9 градусов. При прояснениях в основном по северной половине температура воздуха будет опускаться до минус 9, минус 14 градусов. Не будет тепла, конечно, и особенно в дневные часы температура воздуха преобладающая будет от минус 6 по северу до плюс 1 по югу. В воскресенье здесь уже на большей части территории, как я уже сказал, ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном в виде снега, но исключением здесь составит Гомельская область. Здесь в территории Украины вдоль наших юго-восточных регионов на Москву будет подыматься очередной южный циклон и как раз в его власть попадет и Гомельская область. Поэтому там ожидаются продолжительные осадки. В отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные осадки, также там прогнозируется в дневные часы порывистый ветер до 15-18 метров в секунду, что приведет на отдельных участках дорог к снежным заносам и также ожидается и слабая метель. Что касается следующей недели, здесь погода не изменится, сохранится такой же характер погоды, поэтому понадобятся уже, наверное, скорее всего, такие более зимние вещи. По-прежнему таких активных циклонов на следующей неделе мы не ожидаем, но по-прежнему в нашей территории будет поступать такая влажная и довольно-таки холодная воздушная масса северных широт. Поэтому в отдельных районах ожидается небольшой кратковременный снег, местами на дорогах будет скользко и также у нас ожидаются слабые гололедные явления. Температура воздуха будет преобладающая у нас в ночные часы от минус 4 до минус 10 градусов, в основном по северной половине при прояснениях до минус 14-16 градусов. Ну и днем температура воздуха будет от минус 6-7 по Витебской области до слабо положительных в наших южных регионах. Если говорить так в целом, то здесь температура воздуха ожидается на 3-5 градусов ниже климатической нормы, то есть уже погода будет характерная для декабря месяца. Также еще забыл сказать совсем, что в этом году климатическая зима пришла раньше своих сроков. Почему? Потому что уже вот в первой декаде средняя температура воздуха перешла через 0 градусов в сторону понижения. То есть это говорит о том, что в нашу страну в большинстве районов, ну за исключением, наверное, крайних южных наших регионов, пришла уже климатическая зима. Говорить про какие-то рекорды пока еще совершенно рано. Почему? Потому что, например, самая низкая температура воздуха за весь период метеорологических наблюдений была у нас в Визерещево. Это самая холодная, самая, можно сказать, полярная точка для нашей страны. Там температура воздуха была минус 27 градусов. Это было в далеком 1993 году. Но, несмотря на это, как бы все равно будет температура воздуха в большинстве дней довольно-таки отрицательная и довольно-таки будет прохладная. Кстати, ветер будет у нас в основном преобладать северного направления, который будет усиливать ощущение довольно-таки прохладной и холодной погоды. Смотрите, если, например, температура воздуха в дневные часы, например, в то же самое Минске будет около минус 5-3 градусов, плюс еще северный ветер, то сразу прибавляйте к этой фактической температуре воздуха, прогнозируемой даже можно, где-то в среднем около 5-7 градусов. То есть температура комфортности будет в среднем составлять около минус 10. Меня часто спрашивают, особенно вот когда появляется штормовое предупреждение, да, вот эти вот уровни опасности. Мы как бы не изобретали этот данный велосипед, это используется во всем мире. Посмотрите, вот когда вы слушаете какие-то новостные передачи, читаете новости в интернете или слушаете по радио, что в какой-то там стране объявлен, например, оранжевый или даже красный уровень опасности на какие-то вот опасные явления погоды, тот же самый ветер, насильные ливни или на какие-то вот наводнения. Даже когда идет извержение вулкана, на извержение вулкана также действуют такие вот цветовые коды. Во всем мире, так же, как и в нашей стороне, принято 4 таких цветовых кода. Это зеленый, желтый, оранжевый и красный. Ну и зеленый-то понятно, что да, стоит стоит такая хорошая, спокойная погода и никаких опасностей погода нам не принесет. Желтый цвет, это когда уже местами ожидается неблагоприятное явление погоды, например, когда ожидаются там местами какие-то уже там грозы или местами сильный снег. Наиболее опасный это считается как раз вот оранжевый и красный уровень опасности. Вот в последнее время, вот особенно в ноябре месяце, вот там мы довольно-таки часто объявляем как раз вот этот оранжевый уровень опасности. Это как раз вот идет на сильные снегопады, на сильный мокрый снег тот же самый, на сильные осадки, видимо, мокрого снега и дождя, на порывистые ветеры. Вот сейчас будет действовать само предупреждение на гололедице. То есть это уже говорит о том, что вот такая вот погодная ситуация может уже привести к различным чрезвычайным ситуациям. Это, конечно, сейчас вот на данный момент, это, конечно, автомобильный транспорт в первую очередь, это, конечно, энергетика, потому что бывают как будто ледяные дожди различные, то есть как бы и гололедные явления. Ну и для жителей нашей страны это говорит о том, что, может быть, стоит подумать, садиться мне за руль сегодня или не садиться, когда ждать какие-то вот эти вот явления. И самое главное, если ждается вот гололедица, то необходимо уже подумать, какую одевать обувь для того, чтобы не получить травму. То есть как бы здесь работает более только человеческий фактор. Поэтому здесь можно порекомендовать, например, одевать обувь, которая меньше всего скользит, особенно там подошва. Ну а девушкам порекомендовать, конечно, исключить из обуви, пока на время, конечно, это длинные каблуки. То, что касается красного цвета, он дается довольно-таки редко у нас. Это уже когда уже на большей территории ожидаются опасные явления погоды. В летний период она дается у нас, когда ожидается длительный период какая-то жаркая погода или, например, ожидается длительный период жаркая, сухая и засушливая погода. Также красный цвет дается на пожароопасность, как было, например, в этом году. То есть это говорит о том, что там складываются сложные погодные условия. То есть длительный период не было никаких осадков и любая спичка может привести к пожарам, как, например, тоже было в этом году. Горели особенно по южной половине нашей страны заповедники. Кстати, очень отличным таким примером я всегда его рассказываю о нем. Это вот красный уровень опасности, это хавьер. Вот как раз по Минску это был тоже вот как раз где-то был оранжевый, где-то был вот красный. И вот к чему это может привести. Но могу сказать вам точно, что в ближайшее время, надеюсь, на долгий период красного уровня погоды ждать не приходится. И поэтому желаем вам хорошо провести выходные дни. Не хандрить, одевайтесь, пожалуйста, по погоде, чтобы чуть-чуть комфортно. Удачи и берегите себя.